Беседа шестая, сорок, четырнадцать стих. И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для освещения земли, и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. Хочу обратиться к обычному учению, но останавливаюсь и медлю. Облако уны не нашло на ум мой, возмутило и расстроило его. Лучше сказать, облако не только уныния, но и гнева, я не знаю, что мне делать. Такое смущение владело моей душою. В самом деле, как подумаешь, что лишь только дьявол немного дунул, вы, забыв наше непрерывное учение и каждодневное учение, все побежали на сатанинское то позорище, когда случились конские скачки. То могу ли с ревностью опять предлагать вам учение, когда все прежнее так скоро исчезло? Особенно увеличит мою скорбь и усиливает мой гнев то, что вы вместе с нашим увещанием выбросили из души своей благоговения к святой Четыридесятнице, и таким образом сами отдались в теки дьявола. Как может кто-либо, хотя бы у него была каменная душа, легко перенести такую небрежность вашу? Стыжусь, поверьте, и краснее, когда вижу, что мы напрасно трудимся и бросаем семя на камни. Но слушаете ли вы слова мои или не слушаете, назначенной наградой будет мне, потому что я исполнил весь долг свой, отдал серебро, сделал внушение. Только боюсь и беспокоюсь, чтобы через это самое мне не сделаться виновником большего вашего осуждения. Раб, сказано, знавший волю господина своего и не делавший, будет бит много. Никто из вас не может уже сослаться на незнание, когда мы ежедневно так внушаем вам одно и то же и показываем дьявольские сети великую легкость забродетели, если только захотим быть бдительными. Или не знаете, что тех, которые так не родят о своем спасении, иногда приходят сюда, а в другое время сами отдаются в сети дьявола. Божественное писание сравнивается псами. Человек, говорит оно, отвращающийся от греха своего и опять возвращающийся к нему, подобен псу, возвращающемуся на свою блевотину. Притча 26.11 Вот кому стали подобны убежавшие на нечестивое то зрелище. Не слышали ли вы, что сказал Христос? Всякий, слушающий слова мои и не исполняющий их, подобен мужу безрассудному, который построил дом свой на песке, и развелись реки, подули ветры, и упал дом тот, и падение его было великое. А убежавшие на конское аресталище сделались хуже и этого человека. У него дом упал, по крайней мере, уже после сильного ветра, рек и ветров, после сильного напора. А под именем рек и ветров Христос дает нам уразуметь не множество воды и стремительность ветров, но сильное действие искушений и разрушение храмины мы должны относить не к чувственному дому, а к душе, падающей от напора несчастья и не могущей противостать им. А на вас и ветер не устремился, и реки не обрушились, но только подуло легкое дьявольское веяние, и всех вас увлекло. Что может быть хуже этого безрассудства? Какая, скажи мне, польза от поста? Какой плод отхождения сюда? Кто не восплачется о вас и не будет жалеть вас? О вас, потому что вы вдруг рассыпали все, что только собрали, и отворили дверь и сердцу своему злому демону, так что он вошел весьма легко, унес у вас все духовное богатство. А мы заслужим сожаления, потому что так проповедуем в мертвые уши и терпим такой ущерб, каждый день сея и не имея возможности собрать какой-либо плод. Разве мы для того стараемся говорить, чтобы только тешить ваш слух, или заслужить похвалу от вас? Если вы не намерены извлекать для себя пользу из наших слов, то лучше нам уже замолчать. Я не хочу подвергать вас большему осуждению. Купец, который собрал большой груз товаров и наполнил свой корабль великим богатством, представляет собой жалкое зрелище, когда внезапно поднявшаяся буря и сильный напор ветра затопит корабль его и с людьми. Он вдруг является нагим после великого и неисчислимого богатства, оказывается в крайней бедности. Точно то же сделал теперь с вами дьявол. Нашедший, духовный, ваш корабль наполнен великим богатством, увидев неисчислимое сокровище, которое вы успели собрать от поста и непрерывных поучений, он навел как бурю какую это бесплодное и гибельное позорище и через него лишил вас всего богатства. 41. Знаю, что я употребил сильное обличение, но простите, прошу, такова уже огорченная душа. Не по враге говорю это вам, но по заботливости от души, любящей вас. Поэтому, смягчив несколько строгость свою, так как я остановил самое расширение раны, хочу обратить вашу любовь и к добрым надеждам, чтобы вы не упали духом и не пришли в отчаяние. Здесь не так бывает, как в делах чувственных. Там богачу, дошедшему до крайней бедности, нельзя вдруг опять разбогатеть. А здесь, по милости Божьей, если только захотим признать виновность дел своих и не простирать далее свою беспечность, можем скоро сделаться по-прежнему богатыми. Таков наш владыка. Так он щедр и милостив. Вот он через пророка и говорит, не хочу смерти грешника, но чтобы обратился и жив был. Знаю, что вы как добросовестные сознаете свой грех, а сознание тяжести грехов немало способствует обращению к добродетели. Только никто не говори мне опять этих дьявольских обольстительных слов. Что это за грех посмотреть на конские аресталища? Если захочешь тщательно смотреть все, что бывает там, то найдешь все исполненным сатанинской силы. Так там можно видеть не только бегающих коней, но и слышать крики, богохульства и бездны приличных слов. Там являются перед всеми и непотребные женщины, и женоподобные юноши. Или этого кажется тебе мало для того, чтобы душу твою сделать пленницей? Если случайные встречи часто служат для невнимательного преткновением, не сдержать его и увлекать самую в бездну погибели, то что должно быть с теми, которые затем именно и приходят сюда, питают глаза свои этими преступными зрелищами и выходят оттуда совершенными любодеями. Человеколюбивый Господь наш знал, как легко наша природа подвергается искушениям, поддается, и как хитрая и лукава злоба дьявола, и потому, чтобы оградить нас от многих опасностей и сделать неуловимыми для сетей, поставил такой закон. Кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею, в сердце своем, называя нескромный взгляд прелюбодеянием, так никто уже не говори мне, какой вред от пребывания там. Уже одно, смотрение на состязание кони может причинить душе немало вреда. Когда мы тратим времени на бесполезное, не только не приносящее ничего доброго нашей душе, но и оскверняющее ее, когда мы перебраниваемся и произносим тысячу неприличных слов, то чем может извиниться в этом, чем оправдаться? Вот здесь, если мы несколько распространим поучение, многие негодуют, скучают и жалуются, но усталость и утомление, хотя это чудный кровь храмам, достаточно защищает их от холода и от дождя, и от жестоких ветров. А там пусть и сильный дождь льет, и жестокие ветры дуют, и солнце палит, однако же проводят не один и не два часа, но большую часть дня. Старец не следит за своих сидин, и юноша не совестится идти на то, что разжигает стариков. Нет, обольщение таково, что эту отраву душ принимает даже с удовольствием и не думает ни о кратковременности гибельного удовольствия, ни о продолжительности скорби, ни об упрёках совести. Ведь и теперь смотрю я на лица некоторых и догадываюсь, каково состояние души их, а в какое приходят они раскаяния. Но чтобы вы опять не впали в тот же грех и после такого нашего увещания не пошли опять на сатанинские те сборища, необходимо употребить угрозу. Не всегда хорошо давать лёгкие лекарства. Когда рана упорна, тогда должно прилагать сильные лекарства, причиняющие боль, чтобы скорее последовало выздоровление. 43. Итак, пусть все виновные знают, что если они после этого нашего увещания будут вести себя так же небрежно, мы не потерпим боли, но на основании законов церковных с великой строгостью научим их не делать таких проступков и не с таким небрежением слушать Слово Божие. Это относится, конечно, не ко всем. Каждый из слушателей принимает соответственное лекарство. Виновный в этом грехе, чтобы остановить свою беспечность и не простирать её далее, но с усердием после этого обратиться и справиться в прежних грехах, а невиновный, пусть будет осторожнее, чтобы не увлечься и не сделать когда-либо виновным. Но чтобы самым делом убедить вашу любовь в том, что мы по внушению любви и великой заботливости, по сильному опасению относительно нашего спасения, вынуждены были сказать это, вот опять, питая себя доброй надеждой, предложим вам обычное утешение и тем покажем вам своё отеческое расположение, какое имеем к вам. Только прошу, слушайте слова мои внимательно, чтобы вам получить больше плодов и с тем возвратиться домой. Следует сказать вашей любви о том, что ныне читалось. «И сказал Бог, да будут светило на тверде небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений и времён дней и годов». Бытие 1.14. «И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю, и стало так». Вчера Блаженный Моисей показал нам, как Создатель Вселенной украсил безвидность земли травами, разнообразными цветами и произрастением семян. Сегодня он обратил слово к украшению неба. Как земля украшена тем, что из неё возникло, так и это видимое небо Бог сделался светлее и блистательнее усеяв его разнообразными звёздами. «И создав два великие светила, то есть солнце и луну». И создав Бог два светила великие, светило больше для управления днём и светило меньше для управления ночью и звёзды. Видишь, премудрость Творца сказал только, и явилась эта чудная стихия, то есть солнце. Его-то Моисей называет великим светилом и говорит, что оно создано для управления днём. Оно делает день яснейшим, бросая лучи свои, как какие-либо молнии, ежедневно показывая во всём блеск свою красоту, появляясь вместе с утром и пробуждая всех людей к исполнению своих дел. Его-то красоту изображает блаженный пророк и говорит, оно как жених, выходящий из чертога своего, радуется, как из полин пробежать поприще от края небес исход его и шесть его до края небес. 18.6 Видишь, как Давид изобразил красоту и быстроту движения солнца? Словами от края небес исход его и шесть его до края небес Давид показал нам, как солнце мгновенно обтекает всю вселенную и от края до края разливает свои лучи, через то доставляя великую пользу. Оно не только греет, но и сушит, и не только сушит, но и сжет, доставляя нам многую и разнообразную пользу. Это весьма удивительная стихия, и едва ли кто в состоянии по достоинству все выразить. Говорю так и превозношу эту стихию не для того, чтобы ты, возлюбленный, останавливался на ней, но чтобы от нее восходил выше и перенес свое удивление на Творца этой стихии. Чем больше представляется стихия, тем более дивным является Создатель. 44. Но ученики Еленов, приходя в удивление и изумление перед этой стихией, не могли прозреть далее и прославить Творца, а остановились на стихии и обоготворили ее. Поэтому блаженный Павел и говорит «И поклонялись и служили твари вместо Творца». Что может быть безумнее этих людей, которые не могли из Создания познать Создателя, но впали в такое заблуждение, что твари Создания возвели на степень Творца? Поэтому Божественное Писание, предвидя удобопреклонность беспечных людей к заблуждению, учит нас, что эта стихия сотворена спустя три дня после того, как произросли на земле все семена и земля получила свое украшение. Пусть после этого никто не посмеет сказать, будто без содействия Солнца не могут созревать произрастения земли. Поэтому Моисей показывает тебе, что все было совершено до создания Солнца, чтобы ты созревание плодов приписывал не ему, но Творцу Вселенной, который вначале сказал, да произрастет земля траву. Если же будут говорить, что и действие Солнца способствует спелости плодов, то этому не стану противоречить, как говоря, земледельцы, что он содействует плодоносности. Я не приписываю всего земледельцу, но высказываю то, что сколько бы ни трудился земледелец, труды его не будут успешны, если не благоволит подвигнуть землю к плодоносности тот, кто вначале возбудил ее к тому, к этому. Таким же образом говорю, что пусть к трудам земледельцы присоединится и действие Солнца, и Луны, и благорастворение воздуха, и тогда не будет успеха, если не поможет десница Вышнего. Когда же соизволит эта державная рука, тогда и действие стихи принесет весьма великую пользу. Помни это твердо, заграждайте уста коснеющим заблуждений, и не позволяйте должное Творцу почтение воздавать тварям. Поэтому и Божественное Писание изображает нам не только красоту, величие и благотворность Солнца словами, как жених, и радуется, как исполин, пробежать поприще, но также слабость и ничтожество. Послушай, что говорит оно в другом месте, что светлее Солнца, но и оно исчезает. Сирах 17.30 Да не обольщает тебя вид Солнца, если захочет повелеть Создатель, оно исчезнет, как будто бы не было его. Если бы знали это ученики Еленов, то не впали бы в такое заблуждение, но видели бы ясно, что от рассмотрения тварей должно возноситься к Творцу. Поэтому и создал Солнце в четвертый день, чтобы не подумал ты, будто оно производит день. Что сказали мы о семенах, тоже скажем и о дне, именно, что произошло три дня до сотворения Солнца. Но Господь восхотел через эту стихию сделать свет дня еще более ясным. То же самое можем сказать и о меньшем светиле, то есть луне. Прошло три ночи и до ее сотворения. Однако и она, будучи создана, приносит свою пользу, растевая мрак ночи и почти та же, как Солнце, содействуя всему прочему. То она значила в начале дня, а это в начале ночи. Что значит в начале дня и в начале ночи? То, что Солнце получило власть над днем, а Луна над ночью. Чтобы то своими лучами делала день светлее, а это разгоняло мрак и своим светом доставляло людям удобство исправлять дела свои, так как и путешественник тогда смело отправляется в путь, и пловец спускает судно и плывет по морю, и каждый ремесленник весьма свободно занимается своим делом. Показав нам пользу этих светил, Моисей говорит и о звездах. Стих семнадцатый и поставил их Бог на тверде небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. Подумай, какую пользу Моисей указал и нам в звездах. Положил, говорит, их поставил на тверде небесной, что значит поставил? Не то же ли, что водрузил? Нет. Мы видим, что они часто в одно мгновение пробегают великое пространство и никогда не стоят на одном месте, но совершают свое течение, какое назначено им от Господа. Что же значит положил? Значит повелел быть им на небе. Писание, как увидим впоследствии, говорит в другом месте, что Бог посадил Адама в раю. Не в том смысле, что водрузил его в раю, а в том, что повелел ему быть в раю. Таким же образом можем и о звездах сказать, что Бог повелел им быть на тверде небесной и изливать свой свет на землю. Подумай, возлюбленный, неприятнее ли всяких лугов и садов смотреть ночью на звездное небо? Как оно украшено разнообразными звездами, будто какими цветами, и как эти звезды льются на землю множество света, они к тому и назначены, чтобы светить на земле и управлять днем и ночью, что сказано вообще о великих светилах. Сообщив нам о сотворении двух светил и звезд, Моисей обо всех вообще говорит, чтобы чтобы обладали днем и ночью и разделять между светом и между тьмою. Как днем не видно звезд, бегущих по небу, совершающих свой путь, потому что их действие скрывает вследствие своей яркости свет солнца, так и солнце никогда не видно ночью, потому что луна своим светом достаточно озаряет мрак ночи. Каждая из стихи, оставаясь в собственных пределах, никогда не переходит за свою черту, но соблюдая повеления владыки исполняет свое дело. Кто может исчислить все прочие благодеяния, которые эти светилы и звезды доставляют роду человеческому, да будут сказано для знамений и времен и отделять свет от тьмы. Божественное Писание хочет показать нам, что течение их дает нам знания времен и поворотов счет дней продолжения года и все мы можем распознавать по ним. Наблюдая их течение, смотря на небо и тщательно все замечая, кормщик пускается в плавание и часто среди самой темной ночи бывает состояние по наблюдению звезд направить судно и своим искусством спасти плывущих. По ним же и земледелец узнает, когда надо посеять семена, когда вспахать землю плугом, когда навострить серп и пожать ниву. И вообще, знание времен счет дней и годичный круг доставляет нам немало пособий к благоустройству жизни. И на многое можно бы указать производимое этими созданиями для человеческого благоустройства, но пересчислить все с точностью едва ли кто в состоянии. Поэтому, заключая из немногого, нужно видеть, как велика польза их, и, удивляясь созданием, поклоняться их создателю, прославлять его, изумляться неизреченной любви, какую он показал роду человеческому, сотворив все это не для того, и чего иного, как только для человека, которого он намеревался, спустя немного, поставить над всеми своими тварями, как какого-либо царя и властителя, и увидел Бог, сказано, что это хорошо. Видишь, как Божественное Писание после каждого дня показывает, что твари угодны Богу, дабы отнять всякое оправдание у тех, которые осмеливаются порицать его создание. А что точно с этой целью Божественное Писание замечает, это о каждой твари, видно и из частого повторения. Довольно бы, конечно, по сотворению всего однажды сказать, что все, что сотворил Бог, и вот хорошо весьма. Но Писание, зная большую слабость нашего разума, делает это и по частям, дабы внушить нам, что все создано величайшей мудростью и неизреченной любовью. И был вечер и было утро день четвертый. Когда окончил Бог украшение неба, усевь его звездами, сотворив два светила великие, то положил конец дню. Говорит, был вечер, было утро, день четвертый. Смотри, как он говорит это о каждом дне, чтобы частным повторением учения укрепить в нашем уме божественные догматы. 47 Начерта все это на широте нашего сердца и изгнав из него всю беспечность, будем тщательно содержать здравые догматы и порабощенных елинскому заблуждению учиться всей кротостью, чтобы не нарушали порядка и оставив создателя не поклонялись тварям, созданным для нашего блага и спасения. Пусть Елен повторяет свое лжеучение, хоть до истощения сил, я громко взываю, что все это создано для человеческого рода, потому что будучи вседоволен, творец не имел нужды ни в одной из этих тварей, но чтобы показать свою любовь к нам. Он создал все это, показывая нам то, как он ценит род человеческий и научая тому, чтобы мы, руководясь этим, воздавали подобающее ему поклонение. И какое было бы безумие, увлекаясь красотой тварей, останавливаться на них и не поднимать умственного взора к Творцу, не внимать блаженному Павлу, который говорит, ибо невидима его вечная сила его, от создания мира через рассматрение творений видимы. Что говоришь, человек, посмотрев на небо, удивляешься его красоте, разнообразие звезд, безмерному блеску, не останавливайся на этом, но простри умом своим к их создателю. Тебя поражает также свет солнца, видя великую благотворность его, ты приходишь в удивление, и как увидишь, что лучи озаряют твои взоры, изумляешься красоте этой стихии, но и на этом также не останавливайся, но подумай, что если тварь так чудно и удивительно и превышает всякое человеческое понятие, то каков тот, кто создал ее одним словом и повелением. Также рассуждая о земле, когда видишь землю, украшенную цветами, покрытую всюду растениями, подобно разноцветной одежде, не приписывая этих произведений из земли ее силе, ни содействию солнца или луны, но благоговейно подумай, что еще прежде создания их, Бог сказал только, да произрастись земля траву, и тотчас украсилось все лицо земли. Если мы каждодневно будем размышлять об этом, то и сами будем благоразумнее, и Господу воздадим подобающее, или лучше сказать, соразмерное нашим силам словословие, а прославим его не только этим, но и доброй жизнью. Если не будем впадать в те же грехи, напротив, если совсем отринув дьявольские обольщения, привлечем на себя небесное благоволение, последующую внимательностью, великим усердием и постоянным исповеданием. Для него, по великому его человеколюбию, довольны, чтобы мы отстали только от греха. Если решимся на это, то легко уже устремимся и на добрые дела. Так никто впредь, прошу вас, не показывайся на конских ресталищах, никто даже не проводи дня в неприличных собраниях, не предавайся игре в кости и происходящему из-за нее крику и прочим гибельным удовольствием. «Какая, скажи мне, польза от поста, когда ты целый день воздерживаешься от пищи, а между тем предаешься игре в кости и тратишь весь день в пустословии, а нередко даже в клятвах и богохульстве? Нет, прошу, не будем так беспечны в своем спасении. Напротив, пусть всегда будет у нас разговор о духовном и каждый, взявший в руки божественную книгу и созвавший ближних, допитает словом Божиим душу и свою и собеседников своих, чтобы таким образом нам избегнуть козни лукавого и получить от поста великие блага и насладиться любовью Бога по благодати и человеколюбии народного Сына Его, которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.